Одной из самых обсуждаемых тем этого лета, конечно же, засуха в нескольких регионах Казахстана. На проблему обратили внимание и американские СМИ. Новостная организация Know This News в Инстаграм на днях опубликовала ролик о том, как в Казахстане от жары и обезбоживания умирают животные. Там показали кадры из Мангистау. В самой области вопрос сохранения скота все еще актуален. Крестьяне до сих пор не могут получить корма и сено. А выделенные средства направят на определенную категорию животных. С чем это связано и почему вопрос до сих пор остается открытым? Смотрим сюжет. В сети до сих пор распространяются кадры из скота, павшего следствием из Ацухи в Мангистауской области. Фермеры бьют уревогу, а Кематсу и очередь спешит успокоить и опровергает информацию. Жители области сетуют. Выделенные 5 миллиардов до целевого назначения не доходят. Более того, корм предоставляется только маточному поголовью старше трех лет. А чем тогда кормить молодняк и другой скот, недоумевают фермеры. Корма до нас не доходит. Один или два раза привезли. В Озен привезли ячмень по 92 тенге. Да и того на всех не хватило. Говорят, около 10 тысяч тенге будут переданы только на материнское поголовье старше трех лет. Неравнодушные казахстанцы открыли специальный счет, чтобы оказывать материальную помощь согражданам. Закупать корм для скота пока планируют и средства спецфонда. После того, как мы уже открыли сбор, как мы начали уже оказывать помощь, тут уже посыпались сообщения, посыпались именно от тех, у которых страдают животные. И просто неравнодушные люди, которые проезжали, где-то увидели, сняли, отправили нам, сказали, что это вот в таком-то районе, это там-то находится. Пока есть возможность, пока у нас есть средства, мы будем помогать. С начала аннуального падежа скота в регионе в Мангастау направили более 5 миллиардов тенге из бюджета. Местный Акимат выделил еще 204 миллиона тенге. Мы всеми силами ищем и доставляем сено сами. В регионе сейчас есть 840 тысяч незарегистрированных голов скота. Это естественный процесс. Животных продают, сдают на мясо. Каждый год с сентября по январь поголовье скота сокращается. На сегодня более 620 тысяч голов скота зарегистрированы в Мангастанской области. Еще 40 тысяч заявок поступило от фермеров. Регистрация и выпас животных осуществляется бесплатно за счет правительства. А крестьянам, которые хотят чипировать скот, придется потратить 758 тенге за голову. Отмечу, в региональной палате предпринимателей предлагают решить вопрос орошения пастбищ с помощью технологии дождевания. Это поможет решить давнюю проблему с засухой раз и навсегда, считает в НПП.